Привет, друзья! После того, как мы стали готовить сами сыр с голубой плесенью и готовить его достаточно в больших количествах, ну, потому что, как выяснилось, он очень вкусный и съедается он очень быстро. Также выяснилось, что с сыром с голубой плесенью есть очень много всяких вкуснейших рецептов. Так хочется с вами поделиться всеми, но их действительно очень много. У нас теперь сыр с голубой плесенью, ну, практически каждый день в рационе, чем-нибудь или в салате в каком-нибудь, или еще в каком-нибудь блюде. В общем, сегодня хотим поделиться с вами рецептом. Получается сливочный крем-суп с горгонзолой. У нас домашняя горгонзола. Если интересно, как приготовить, заходите на канале в плейлист сыры, и там есть видео подробное, как приготовить в домашних условиях горгонзолу. Кстати, готовится очень просто. Сыр потрясающий. Но сегодняшний наш крем-суп можно готовить не обязательно с горгонзолой. Можно любой голубой сыр использовать. Итак, нам понадобится куриный бульон. Мы сварили такой хороший наваристый куриный бульон. Как варили, куриный бульон не показывали, потому что, ну, я думаю, что каждый справится. Сливки. Немножко сливочного масла. Это лук-порей, это сельдерей. Главное не перепутать. Капусточка брокколи. Два зубчика чеснока. И, конечно же, горгонзола. Текстовый рецепт с количеством ингредиентов на порцию супа, составленный Ларисой, вы найдете в описании видео. А сейчас я приглашаю Ларису, она подготовит все ингредиенты для приготовления сливочного крем-супа с голубым сыром. Будет вкусно, друзья. Перед тем, как готовить капусту брокколи, разделим ее на соцветия. Ну, а проще говоря, просто поломаем капусту. Так жалко ее ломать, она такая красивая вообще. Я даже хотел ее сфотографировать, настолько она меня впечатляет. А вот ту вот плодоножку Ларис не надо удалять, она тоже пусть варится. Ну, я там максимум обрезала, там, где самая толстая. А вот это вот оставим, оно все равно на блендере перебьется. Понятно. Ну, а единственное, что может быть разрежем. Лук-порей, который очень похож на сельдерей, и я их путаю. Ну, честно, я не понимаю, в чем разница. По вкусу понимаю, а так похоже вообще. Возьмем половинку лука и нарежем всю половинку лука полукольцами. Второй отложим в холодильник для следующего блюда. А сельдерей нарежем кольцами. В общем, в силу того, что они похожи, можно было и не заморачиваться, все вместе порезать. Чеснок измельчим, ну, кому как удобнее. Можно на чеснок одавилки, а можно порезать, так как это делает Лариса. И вот вы заметили, что овощной, я не знаю, как даже сказать, овощной сливочный крем-суп мы готовим на бульоне. Но можно на самом деле готовить его и на молоке, без бульона. Тогда он получится вегетарианский, а можно готовить... А, без сливок, наверное, не получится веганский, да? Ну, не знаю, наверное. А так горгонзола все равно не веганская. Ну, в общем, от бульона можно уйти. А с другой стороны, если любите наваристая, как я, можно и приготовить бульончики из говядины. Маленький кусочек, в нашем случае горгонзолы, а в вашем случае любого голубого сыра, отрезаем для украшения блюда. Остальную часть сыра натрем на крупную терку. Мое личное мнение, такое количество голубого сыра испортить, это просто кощунство. Ну, поверьте, суп получится потрясающий. А на этом подготовительный этап закончен. Я бы эту стружечку и так бы съел бы, конечно. Подготовительный этап закончен, перейдем к плите. Включаем нагрев и отправляем в кастрюлю сливочное масло. Ждем, пока масло растопится. После того, как масло растопилось, отправляем в кастрюльку лук-порей. Главное, не перепутайте его с сельдереем. Порей-сельдерей. Немножко обжариваем, не то чтобы он там зарумянился, а вот чтобы он стал такой почти быцветный и размягчился. Через 2-3 минуты добавим чеснок и буквально несколько, ну, 15-20 секунд вот так вот его обжарим тоже с лучком. Ой, какой аромат невероятный. Практически сразу же добавляем сюда бульон. Добавляем сюда все наши овощи. Ну, все овощи, это было громко сказано, собственно говоря, брокколи и сельдерей. Не перепутайте с пореем, потому что я реально путаю. Ну, я на самом деле ничего не путаю, я просто сельдерей, порей. Нравится мне это. Друзья, доводим до кипения и после того, как закипит, на медленном огне варим наш суп в течение 20 минут. Через 20 минут пересыпаем наш суп в чашу блендера. Туда же переливаем оставшийся бульон и взбиваем до состояния пюре. Также можно воспользоваться обычным погружным блендером и приготовить пюре в кастрюле. Возвращаем получившееся пюре в кастрюлю. Добавляем сливки, доводим на медленном огне до кипения и кипятим 2-3 минуты. После того, как суп закипел и прокипел несколько минут, добавляем голубой сыр. Хорошенько размешиваем. Кипятим на медленном огне еще минутки 3. Выключаем нагрев. Закрываем крышкой и даем настояться минут 15-20 для того, чтобы раскрылся весь вкус горгонзолы. После этого будем сервировать и дегустировать. Сервируем крем-суп следующим образом. Во-первых, можно поджарить какие-нибудь греночки или, как говорили в фильме, о чем говорят мужчины, крютоны. И далее можно украсить суп несколькими кусочками голубого сыра, который мы, помните, вначале оставили. Вот так вот. И вареной брокколи для красоты. И наслаждаемся прекрасным вкусом крем-супа. Поверьте, друзья, вкус настолько фантастический. Это невероятно вкусно. Это просто фантастика. Это не передать словами. Обязательно попробуйте приготовить. Тем более, если вы смотрите наш канал, делаете свои сыры и у вас дозревает горгонзола, приготовьте этот суп. А если горгонзола не дозревает, сходите в магазин, купите немножко голубого сыра и сделайте такой крем-суп. Поверьте, вы не пожалеете. Он очень вкусный. Друзья, надеюсь, что видео было вам полезным и рецепт этот вам понравится. Он действительно потрясающий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, задавайте вопросы в комментариях. А мы с Ларисой готовим для вас новые сыры, ведь сыры и колбасы наша основная тема. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok